На скорости около 60 км в час катер-буксировщик создает внушительную волну. Она-то и служит трамплином для райдера, который скользит за лодкой, держась за фал. Вода в этом случае отнюдь не смягчает падение, а потому вид спорта этот крайне травмоопасный. Шоу-турниры в Новгороде собрал именитых спортсменов, в их числе действующий чемпион России Гоша Худницкий, призер X-Games по вейкбордингу Лотто из Таиланда и чемпион Франции Ян Кальве. Доску европеец стал осваивать еще 10 лет назад, однако узнав об успехах россиян, был удивлен, насколько вейкбординг развит в России. У нас во Франции вейкбординг не особо популярный вид спорта. Но если сравнить с Россией, по моему мнению, у вас в него больше вкладывается денег, проходят более солидные соревнования. Поддержка организации Вейкборд Раша серьезная. Благодаря ей я с моим тайским коллегой Лотто могу посещать такие города, как ваш. А это воды Седового Волхова рассекает известный телерадиоведущий и шоумен Юрий Пашков. К тому же он вице-чемпион мира в 2008 году по вейкбордингу. В Новгороде Юрий в свое удовольствие покатался на доске. Вообще вейкбординг – затратный вид спорта. Экипировка, катер, деньги на бензин. Но возможен другой вариант – использовать лебедку. На берегу райдер поделился своими впечатлениями. Как вообще водичка новгородская? Мне очень понравилась. Мягкая. Судя по всему, вы, наверное, чем-то какие-то вещества-то добавляете специально новгородские, да, от местных бабушек, что прям размягчает. И чуточку на 2-3 градуса теплее, чем в Москве. Я обратил внимание, да. У нас так вообще такой колотун. Не залезешь. А здесь можно и поплескаться, и понырять, здесь под мостом поплавать. Класс. После, скинув гидрокостюм, Юрий занял свое место комментатора шоу-турнира. Райдеры удивляли новгородцев различными сальто, на воде и другими трюками. В итоге первым в зачете оказался россиянин Гоша Худницкий. За ним в таблице расположились тайц и француз. Вадим Алексеев, Алексей Куликов, Вести Великий Новгород. Субтитры создавал DimaTorzok